Девушки отдыхают 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 В Японии также были презентации, но, скорее всего, поскольку я не могу приходить в Японию как на Арбата и расписываться. Поэтому по прилетам в Японию, конечно, были какие-то презентации, но так чисто до каких-то мероприятий. Спасибо большое. И такой достаточно логичный вопрос. Почему книга называется «На пролом?» На пролом, мне кажется, очень много было разных названий, разных предложений, но у каждого из нас, мне кажется, вся жизнь состоит из того, что мы преодолеваем какие-то препятствия, мы пытаемся определить какую-то цель в жизни, и вот мы идем на пролом, именно преодолевая вот эти препятствия, и пытаемся достичь чего-то в жизни. Иначе просто жизнь, мне кажется, не была такой интересной, заманчивой. И «На пролом» — это, мне кажется, очень достойное название, очень умное, любой даже книги, потому что «На пролом» — это вот цель нашей всей жизни. Спасибо большое. Ну, я позволю задать, наверное, может быть, от наших читателей пару вопросов. А «На пролом» — это идти своим принципом или на дороге изменять? Я думаю, наверное, это на дороге принципа. Идти своим принципом. Вы знаете, я считаю, что в этой жизни возможно абсолютно все. Можно выпивать, можно курить, можно делать все, что угодно, но самое главное — это делать в меру. И что касается «На пролом» этого названия и вообще по тому принципу, по которому мы живем, ну а в жизни самое главное — потерять человеческий опыт. То есть, понятно, что очень многие люди... Вы знаете, у меня недавно был спор с одним из людей. И они говорят, как так, вот, на пролом, как бы, не по поводу этой книги, но вообще по жизненным таким понятиям. Вот ты вот такие вещи делаешь. Я говорю, хорошо, а когда тебя останавливают, например, за скорость, ты что делаешь? Просто даешь там деньги и едешь дальше. То есть у нас, тем более в России, очень многие понятия как-то стерты. Но именно на пролом я считаю, что в жизни можно делать все самое главное — не терять человеческий какой-то облик и идти вот именно в рамках вот этого метра. Потому что идти, ломая судьбы других людей, как бы, это, не знаю, для других, в принципе, для меня не очень красиво. Лучше достигать все своими стараниями. Между своими. Хорошо, что я сейчас уже в красотах. Вот, Алексей, Вы достаточно высоко подняли планку мужского одиночного катания. Сын Баева подняла ее выше. Ну, Вы на данный момент, Вы считаете, что есть в мужском одиночном катании те люди, которые смогут вот превзойти это даже на будущих наших олимпиадах? Вообще, как Вы оцениваете состояние современного одиночного катания и молодого, подрастающего катания? Знаете, в последнее время как-то очень мало следил за тем, что происходит на мировой арене. Что касается меня и Жени, мне, это чисто мое мнение, что то, что мы делали в 2002 году, пока не удается никому. Понятно, что каждый год будет новый чемпион Европы, чемпион мира. Но очень много интересных фигуристов. Но именно если мы говорим о техническом оснащении программ, то то, что делали мы в 2002 году, пока вот на данный момент такого не смотрели. Спасибо большое. Я прошу прощения, у нас очень ограничено время, поэтому, если у Алексея есть какие-то пожелания для своих читателей, может быть, пару звезд, и мы перейдем к автографам. Вы знаете, что понятно, что при написании книги возникает очень много таких жизненных вопросов, а стоит ли это писать? Мы старались открыть очень много жизненных таких вопросов, написать о многих вещах. Книга получилась такой довольно-таки откровенной, но опять-таки же соглашусь с молодым человеком, что все было в меру, и мы старались не приходить какие-то вот эти жизненные грани, потому что очень многих людей, которые связаны так или иначе в моей жизни, у них есть своя жизнь в данный момент. И вспоминать, ворошить прошлое и поднимать это все наружу как-то не очень красиво было бы. Поэтому какие-то моменты были, может быть, не то, что приукрашены, а просто опущены, потому что изменять те события, которые были, я не способен на это. Поэтому все как было, так и писалось, и писалось вот как мог откровенно, так и получалось. Спасибо. И прошу прощения, еще один вопрос. Еще нам ждать продолжения. Продолжение всегда следует. В данный момент написана эта книга, и я чрезмерно рад, что книга наконец-то вышла в Россию. Спасибо. Добрых людей, которые, слова Молочкова, все либо добрые, либо заманчики. Я, честно говоря, откровенно рад тому, что наконец-то книга вышла в России. Что касается следующей, то на самом деле очень много всяких интересных событий происходит в данный момент в моей жизни. И мы будем уже отталкиваться от того, что будет происходить в будущем. Но все мы знаем, что всегда за чем-то происходят следующие какие-то события, и продолжение всегда следует. Спасибо. Итак, уважаемые покупатели, походите, пожалуйста, за вставку. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете вечно в порядке и задавать. Итак, уважаемые покупатели, сейчас в гостях у московского дома книги фигурист, который прославил российское мужское одиночество. Продолжение следует...